Метода Фриденкрайза. И поскольку сегодня речь пойдёт о кожной чувствительности посредством этого метода, то я бы вам хотела рассказать, что это такое. Метод Фриденкрайза – это нежная нейрофизиологическая гимнастика, которая освоена на рефлексах и движениях новорожденных. Большую часть времени первого года жизни маленькие дети проводят, барахтаясь на полу. И в этот момент идёт обширная стимуляция кожных рецепторов. Женечка, что-то пошло не так. Я надеюсь, что сейчас всё исправится. Если вы меня слышите... Которые появляются у малышей. Жень, мы пропустили очень много, потому что вы исчезли. Вот будьте добры, пожалуйста, повторите с момента, когда маленькие детки начинают барахтаться на полу, да, как вы говорите. Хорошо. И вот у меня сразу вопрос такой. Они должны быть голенькими? То есть кожа должна быть открыта к восприятию? Или всё-таки они могут быть в одежде? Ну, понятно, что оставить маленького ребёнка голым большую часть времени невозможно. Поэтому и рецепторы, они стимулируются как непосредственно, если маленький ребёнок голый или он в одежде, не имеет большого значения. Потому что рецепторы бывают двух видов – глубокой чувствительности и поверхностной. И те рецепторы поверхностной чувствительности, которые находятся в коже, это тактильные и температурные. Они дают один вид чувствительности, одну стимуляцию. И если ты голый или если ты одетый, у тебя либо холодовые, либо тепловые рецепторы кожи стимулируются и то, и другое, ну, как бы важно. Поэтому, по большому счёту, не имеет значения. Для маленького ребёнка любой чувствительный опыт важен. Да, всё это и через кожу для него новая информация, которая даёт развиваться нервной системе. Поэтому, чем больше вариантов чувствительности, тем лучше. Так вот, маленькие дети, большую часть первого года жизни барахтаются на полу и через кожу маркируют схему собственного тела. И это представление о собственной схеме тела сначала попадает в такой чувствительный орган, как таламус, а потом в моторную кору лобных долей. И там прямо есть человечек. То есть, в любом случае, сейчас, извините, пожалуйста, то есть, ну, чтобы всем было понятно, все эти органы, о которых сейчас говорит доктор, находятся в голове. То есть таламусы, все структуры. То есть, ребёнок, ощущая своё тело, он понимает его объёмы. Если на русский язык перевести, я правильно понимаю? Он понимает его размеры, границы. Ребёнок через тактильные ощущения кожные понимает, это мои руки, это мои ноги, это моё туловище. Обсасывая свои пальчики или ножки, он маркирует себе таким образом ноги, руки. Всё это происходит через кожу. И кожа эмбрионально имеет то же происхождение, что и нервная система. Поэтому из эктодермального леска она развивается, поэтому, дотрагиваясь до кожи, мы фактически дотрагиваемся до мозга. И вот эта вот гимнастика по методу Фильденграйза, она адресована, это не физические упражнения в прямом смысле. Это упражнение для центральной нервной системы, чтобы восстановить её чувствительность, тактильную, болевую, рисунок движения, для того, чтобы сделать мир ярче вокруг себя и более эмоциональнее. Вот, допустим, если через кожу простимулировались рецепторы тактильные, холодовые, вкусовые, то эта информация попадает в центральную нервную систему, в мозг и стимулирует таламусы. Таламусы – это такой орган, который связан с лимбической системой, с нашими эмоциями. Поэтому фактически, когда мы с утра наносим крем, и эти прикосновения рук для нас приятны, да, это заряжает нас на новый лад. То есть правильно я понимаю, что эта методика, она не только для детей, она и для взрослых очень важна? Да, её принцип базовый основан на детских движениях, но она используется от мала до велика, от новорожденных, которые что-то не могут делать или что-то не чувствуют в силу повреждения нервной системы, так и для взрослых людей, которые потеряли подвижность, может быть, вследствие травмы, или потеряли чувствительность в силу какого-то заболевания. Или просто кто находится в состоянии психоэмоционального стресса, ему нужно, дотронувшись до кожи нежно, мягко, приятно, дотронуться до мозга, до нервной системы и снять напряжение. Вот это происходит через вот эти так называемые таламусы, лимбическую систему, и гимнастика необычайно приятна по своим ощущениям. Мы с вами сделаем короткий в конце трёхминутный урок для того, чтобы убрать морщинки лица, для того, чтобы разгладить кожу. Снять нервное напряжение. Снять нервное напряжение. Так вот, значит, происходит стимуляция тактильных рецепторов и стимуляция другого вида рецепторов болевых и суставного чувства. И если рецепторы суставного чувства стимулируются, то это выравнивает тонус мышц справа, слева от позвоночного столба, спереди, сзади. И таким образом улучшает осанку. Поэтому эта гимнастика совершенно чудесно позволяет снять мышечное напряжение. Самая большая проблема – болей. Это невозможность нервной системе расслабиться. И основная группа препаратов медицинских – это миорелаксанты, спазмолитики. Всё, что помогает снять напряжение. Да, но снять напряжение, в том числе и кожное, подкожного апоневроза, можно за счёт вот этих вот тактильных прикосновений. А зуд относится к стрессу? Зуд, конечно, это стресс. Это раздражение со стороны и тактильных рецепторов, и со стороны вегетативной нервной системы, когда идёт нарушение тонуса сосудов, повышенная чувствительность, пропотевание жидкости через сосудистую стенку. Конечно. Я почему интересуюсь, Жень, потому что превалируют зудящие дерматозы у нас, да, то есть основная жалоба на зуд идёт. То есть если даже есть, имеются кожные высыпания, но они не беспокоят ребёнка, не так сильно сказывается, как нежели высыпания, которые сопровождаются зудом. И преимущественно это бывает зуд ночного характера, да, при наших кожных болезнях зачастую. Так вот, даже когда в тех случаях, когда мы снимаем обострение, и зуд разрешается, да, то в любом случае, когда ребёнок чешется или взрослый чешется больше, чем один месяц, то этот зуд уже происходит центрального генеза, то есть он записывается, вот эти движения, они записываются на подкорку, и ребёнок или взрослый уже автоматически чешут неповреждённые участки кожи. То есть они помнят, что здесь у меня чесалось, да, то есть это происходит бессознательно. И начинают чесаться, там, какие-то, ну, не знаю, периоды, там, засыпания или волнения, или, да, что-то такое, какой-то процесс, который, я не помню, что вот в этот момент, ага, было бы, ну, то есть, да, приятно почесаться. Это же приятно всё равно, когда ты чешешься, это вызывает приятные ощущения, хотя хочется чесаться ещё больше. Так вот, я хочу уточнить, при кожных заболеваниях возможно ли вот эту гимнастику проводить и взрослым, и детям для того, чтобы вот разрезать этот порочный круг, импульс, когда здесь, да, уже сформирован в головном мозге, экскориация, то есть расчёс. Потому что, я говорю, когда долго человек чешется, импульс, экскориация, вот этот вот порочный круг, он уже формируется. Конечно, патологические двигательные стереотипы, они существуют не только, если это привычная травма, ты хромал, и потом продолжаешь хромать, как стереотип мышечного движения. Также это существует и на уровне кожных проявлений. Да, я привык чесаться, я чешусь, потому что так напрягаются мышцы. Но и существует ещё такое понятие в неврологии, как фантомные боли. Уже причинной раздражения нету, а непосредственно в коже есть патологический очаг, да, который даёт нервное раздражение этого участка. Несомненно, метод Фельденкрайза будет в этой ситуации великолепен. И, например, в моей практике есть люди с нейродермитом, да, у которых есть раздражение суставов, кожи вокруг суставов кистей. Да, и тогда для себя я именно снимаю напряжение методом Фельденкрайза на уровне кожной чувствительности пальцев, да, это специфические такие пассивные упражнения. Работаю с шеей, потому что кожа шеи нервируется, ну, кожа рук иннервируется с шеей, и, несомненно, это снимает напряжение чувствительное, зудящее. То есть это все дерматозы кистей, да, там, экзема кистей, дисгидротический процесс, это всё туда тоже относятся. В принципе, я так понимаю, что любая патология, ну, имея любую патологию, можно работать с этим методом. Я правильно понимаю? Конечно, потому что здесь важен принцип, да, и на самом деле не очень сложно, вот я, например, когда работаю с деточками с дефицитом движения, да, которые что-то не сделали по возрасту, я всегда маму учу, что нужно сделать, это элементарно. Смотрите, любое кожное раздражение с зудом, да, высыпанием, это раздражение вегетативной нервной системы, которое отвечает за давление, сердцебиение, частоту дыхания, многие вещи. И у нас фактически существует два центра вегетативной нервной системы, до которых мы можем дотронуться руками. Это грудной отдел позвоночника, где находится симпатический ствол, и он энергирует все сосуды в нашем теле, поэтому поглаживание по спине, какие-то, может быть, аппликации кремом в этой области, или вот такие нежные дотрагивания по методике Фильденкрайза, они снимают симпатический высокий тонус, приводящий к спазму сосудов, вызывающий зуд, да, такое шелушение кожи, может быть, в большей степени не пастозность, не отчётчность, да, скажу человеческим языком, а сухость. И тогда на работах с грудным отделом позвоночника будет очень эффективной. Нужно сказать, что кожа лица и кожа области декольте – это тот участок кожи, который развивается из одного листка, что и вегетативная нервная система. Поэтому дотрагивание до кожи, какие-то самомассажи области декольте, какие-то приятные процедуры, может быть душиком контрастным по коже лица, всё это то, что нормализует тонус вегетативной нервной системы. Высыпание может быть на кистях, но если вы сделали себе массаж лица, вы сняли это напряжение вегетативное, и всему организму стало легче. Поэтому это великолепно, когда что-то делается с душой. Ну да. То есть я правильно понимаю, что если у человека, неважно какого возраста, какой-либо кожный патологический процесс находится на кистях, например, сейчас мы говорим, да, на кистях, то я могу рекомендовать родителю мазать, там, ну, не знаю, чем, неважно, кремом индиферентным грудной отдел позвоночника, тем самым мы расслабляем вегетатику, и поглаживающие движения, опять же, в области лица и шеи, да, или декольте тоже захватываем. Шея, декольте, да. Вот это вся зона передняя. Да, посмотрите, маленькие движения. Или там должны быть какие-то особенные движения, или просто поглаживание хотя бы у мамы музыки. Сейчас, минуточку. Саша, выключи музыку. Да, это должны быть какие-то определенные движения по методике, либо это просто поглаживание родитель может делать, или вы учите на своих приемах как-то делать. Что делать нам? Посмотрите, маленькие дети, они гениальны. Они говорят, мама, погладь меня по головке перед сном. Сколько мам это делает? Да, я думаю, что каждая первая, да, это некий ритуал, который помогает ребенку расслабиться. И я думаю, что в этом есть такая вот их интуитивная чувствительность, когда дотрагиваешься до головы, до щечек, до шейки. Помогает ему снять возбуждение вечернее и угомониться. Поэтому любящие руки матери сделают так, как это нужно. Никто, как в мамах, нежно и хорошо не дотронется. Поэтому здесь не нужно специально учиться. Это очень хорошо. Но взять на заметку это можно. Лишний раз дотронуться до ребенка, погладить его. И тем самым... Ну дети, кстати, действительно гениальны, потому что в основном очень часто я слышу, что мой ребенок перед сном... То есть... Нет, не так. Перед сном мы обязательно должны почесаться. Говорит мне мама. Но я думаю, что это вопрос не к самому зуду, то есть не к самому кожному процессу патологическому, да? А это вопрос к тому, что ребенку как раз необходимо перед сном расслабиться, понять, что мамочка рядом, она гладит. И вот как раз этот метод, да? То есть мы не знали, как он называется, но мы его все проводим так или иначе в домашних условиях со своими детьми, да? Вот. Но я сейчас дожила... Все гениальное просто. А? Что? Все гениальное просто. Да, да, да. Но я сейчас уже дожила до того, что мои дети мне уже сами предлагают, то есть, видимо, настолько это хорошо, и они понимают, как это помогает расслабиться, да? И когда они видят, что я очень сильно устала или там из-за чего-то переживаю, они сами предлагают мне, мамочка, давай там я тебе спинку почешу или поглажу тебя. И это реально работает. То есть все руками снимает. Так что, друзья, напишите сейчас в комментариях быстренько, плюсики, у кого тоже такая происходит ситуация, да, когда непроизвольно либо ребенок вас, либо вы ребенка гладите, и таким образом у вас такое единение, успокоение в семье происходит. И если можно, еще напишите, это когда происходит, преимущественно перед сном вечером или в течение дня тоже. А мы поехали дальше. По поводу суставов еще что-то вы говорили, там и в посту у нас было тоже. Да, да, да. Значит, мы с вами проговорили про тактильные рецепторы, перешли к болевым и суставного чувства. Так вот, когда занимающийся методом Фильденкрайза или маленький ребенок двигается на полу, то соприкасаясь с суставами, оказывая на поверхность кожи более глубокое давление, стимулируются глубокие рецепторы суставного чувства, или они называются пропорио-рецепторы, и идет информация нервной системе о симметричности тела, да, о напряжении суставном. А вокруг позвоночного столба, вокруг крупных суставов, находится наибольшее количество этих рецепторов, поэтому, совершая движение по полу, да, соприкасаясь с ним, надавливая на суставы, меняется их чувствительность, и так можно справиться, допустим, с болями какими-то в колене со стороны позвоночного столба, но через работу с нервной системой. И это важно еще разочек подчеркнуть, что это гимнастика для пластичности нервной системы, для ее возможности чувствовать себя, анализировать, да, и перестраиваться самостоятельно, потому что компенсаторные возможности организма велики, да, просто нужно их потенциировать. А теперь по-русски, вот скажите эту фразу, чтобы было всем понятно. То есть, когда что-то происходит не то с вашим организмом, да, и вы чувствуете болевой там эффект любого характера, это не значит, что нужно сразу пить таблетки, а все-таки постараться справиться с этой проблемой через тактильные эффекты. Я правильно же понимаю, да? Да, несомненно. Вот у меня такая есть для всех, с кем я общаюсь, у кого есть боль, такая рекомендация. Есть визуальная аналоговая шкала боли, когда 0 не больно, а 10 больно в крик. Я всегда прошу ставить оценку по этой шкале. Если это боль больше 7-8 баллов, то тут ничего не справишься, ее невозможно терпеть. Она сама по себе разрушающая, приносит организму больше вредного эффекта, поэтому, несомненно, нужно обезболить. Если это боль, которая там 2-3 балла, она говорит о том, что тело обездвижено, нужно подвигаться, и тогда нужно двигаться. Если это боль между 4-мя и 7-ю, вот тут нужно снимать раздражение со стороны нервной системы, да, и любые тактильные методы в этот момент, ну, как бы, хороши. Это могут быть поглаживания, это могут быть какие-то крема, это могут быть грязевые аппликации. Я думаю, что это великолепный эффект будет оказывать цветотерапия. Наверное, дерматология, она широко используется, как физический метод. Особенно с панами хорошо идёт. Да, и уроки по методу Фильденкраиза буквально в течение 50 минут тоже помогают телу хорошо расслабиться. Если соблюдать основной принцип выполнения упражнений, медленно, с маленькой амплитудой и плавно, тогда медленно выполненные движения, когда ты стараешься вытормозить сам себя, не делать движение резко, а сделать его плавно, как плавно напрячь мышцу, так и плавно расслабиться, позволяет расслабиться нервной системе, проанализировать. Ага, мышца была напряжена, но я этого не замечала. Да, и эффект расслабления наступает мгновенно от двух-трёх повторений какого-либо движения. Вот, поэтому боль, боль и рознь, да, но физические методы воздействия, они не менее эффективны, чем медикаментозны. Другое дело, что мы порой бываем ленивы, и нам проще единожды проглотить таблеточку, нежели сделать тот же самый урок Фильденкраиза, который длится от 10 минут до 30, да, это усилие, в отличие от глотательного движения, но тем не менее, тот, кто втягивается в процесс, так произошло это со мной, для тех становится вот такое медленное, плавное движение, когда фактически ты двигаешься по полу, и пол тебя гладит. Они становятся типичным, таким вечерним ритуалом, да, для того, чтобы снять напряжение, снять усталость. Я сейчас, у меня есть тоже YouTube-канал, как и у вас, там выложены в свободном доступе уроки. Есть уроки по косметологии, когда мы подтягиваем ленивы подбородка, когда мы расслабляем мимические морщинки. Сейчас подпишусь, Жень. Да. Так что посмотрите, пожалуйста. И я сейчас понимаю, что эти уроки для современной жизни, они, конечно, в её ритме сложны, и я записываю короткие, десятиминутные, которые будут в Новом году. Жень, ну продемонстрируйте нам что-нибудь сейчас, немножко, мы бы тоже поделали, хотя бы чуть-чуть. Нет, я вот хочу уточнить, у кого-нибудь из сейчас присутствующих с нами, кто-нибудь знает, что это за уроки, кто-нибудь посещал уже, на себе испытывал, что это за метод? Если да, напишите, пожалуйста. В это время, Женя, хочу спросить, вот головные боли, да, оказалось, что у меня мигрени, хотя я никогда об этом не думала, и в семье никто не страдал, но вот провела прямой эфир, с отоневрологом оказалось, что мигрени. И таблетки, ну, очень, говорю, не люблю я пить, вот, и может быть, хоть какое-то одно движение вы мне покажете, которое бы, к которому я могла бы прибегнуть, чтобы, ну, хоть как-то облегчить ситуацию, да, потому что болят обычно вот глазные яблоки, вот прям внутри, такие два сферических шара, что можно в этой ситуации себе как помочь, кроме того, что открыть окно и подышать свежим воздухом? Ну, истинная мигрень, классическая, она встречается не так часто, есть головные боли напряжения, есть головные боли венозного застоя, есть головные боли сосудистого спазма, я сейчас их перечислила по частоте встречаемости, и мигрени занимают не такой большой процент, но для того, чтобы справиться с головными болями, нужно расслабить шею, да, улучшая, уменьшая мышечное напряжение, улучшая венозный отток от головы, и оболочки мозга и оболочки глаза, это единая структура, через все оболочки мозга проникают сосуды в нервную систему, когда развивается мигрень, идёт спазм со стороны средней мозговой артерии, которая окутана этими оболочками, поэтому движение глазок и снятие напряжения с них расслабляет и мозговые оболочки, поэтому движение глазами не могут снимать напряжение и головные боли. На самом деле, физических неврологических трюков вот в остеопатии очень много. Я на кафедре медицинского вуза в Санкт-Петербурге преподаю неврологию в остеопатии и как раз о всех тонкостях вот такого вот тактильного воздействия на кожные рецепторы лица, зоны головы, шеи, там, где нервы выходят на поверхность кожи и па-па-пам. Мы проговариваем, но если говорить просто, у нас есть три этажа лица. Верхний, он соответствует первой веточке тройничного нерва, который иннервирует переднюю черепную ямку. Есть средний отдел лица, это вторая веточка тройничного нерва, и она иннервирует среднюю черепную ямку. И третий вид тройничного нерва, она иннервирует среднюю черепную ямку и часть задней. Поэтому тактильные прикосновения до кожи лица, она будет снимать напряжение со стороны веточек тройничного нерва, а тот в свою очередь иннервирует ветви сонной артерии и через тактильные ощущения лица, какие-то аппликации, что делают? Кладут тряпочку холодную на лоб, или на лицо. Что это? С одной стороны, это изменение кожной чувствительности, с другой стороны, это меняет реактивность сосудов и через систему тройничного нерва расширенные сосудики, они сужаются тоже и в голове. И допустим, если мы холодным воздухом охлаждаем сплетение внутри носа, мы таким образом охлаждаем венозную систему вокруг гипоталамогипофизарной системы, и это тоже оказывает влияние на венозный тонус. То есть это то, о чём я говорю, когда окошко мне хочется открыть, я начинаю вдыхать холодный воздух и таким образом охлаждаю ещё структуру головного мозга, и мне становится легче. Да, интонизируются сосуды. Поэтому вполне, когда болит голова, можно помассировать веточки тройничного нерва, первого, второго, третьего, и вы будете адресовываться к сосудам головы или какую-то кожную аппликацию сделать, или просто погладить, да, изменить чувствительность, если мы говорим с точки зрения вот метода Фельденкрайза. Если говорить о каких-то двигательных упражнениях, то нужно подвигать шеи глазками, давайте сядем с вами симметрично, и сделаем урок по методу Фельденкрайза. Пусть он будет нацелен на чувствительность лица, и кому-то это расслабит морщинки, кому-то это снимет напряжение мимической мускулатуры, кому-то улучшит кровоток лица, а кому-то мозговой кровоток. Всё зависит от потребности. Подтягиваем подбородок. Ну, подтягивать подбородок не в этом упражнении. Нет? Ладно. Чуть нам нужен будет другой упор. Давайте положим руки на лицо. Я сделаю это с одной стороны. И сядем прямо так, чтобы сидеть на передней трети стула, и не больше трети бедра находилась на опоре, в тазобедренном суставе и в коленном уголе 90 градусов. И в этой ситуации давайте надавим пяточками в пол, не отрывая носочков от опоры. Пяточками надавливаем и мягко плавно снимаем. Это давление. В тот момент, когда пяточки давят в пол, спинка скругляется, поясничка скругляется, и наше личико на нашей ладони начинает давить более ярко. Чувствуете? В тот момент, когда мы носочками давим в пол, наше тело перемещается вперёд, и немножко по-другому личико начинает давить на ладошку. Согласны? Да. Теперь давайте надавим пяточками в пол, носочками в пол, пяточками в пол, носочками в пол. Спинка то скругляется, то выпрямляется, и при этом наша личико давит на ладонь. Что мы делаем? В этот момент происходит смещение подкожного апоневроза, к которому крепятся мышцы лица. И тут важно не то, что это давление происходит, а как оно происходит. Через механику всего тела мы давим на нашу руку так сильно, как это необходимо нашему организму здесь и сейчас. И это создаёт хороший эффект по расслаблению мышц и подкожной фасции. И эти движения можно сделать качательными, их можно сделать вращательными, если, допустим, в этом же положении выдвинуть коленочку вперёд, и тогда руки будут скручивать ткани лица. А если мы приподнимем ягодичку, одну, на которой сидим, то тоже ладошка повернётся на лице, и вот этот вот мягенький массаж рук через движение тела, он будет очень хорошо расслаблять мышцы. Это совершенно другое прикосновение, нежели надавить активно руками. Оно будет более поверхностное, более точное, более точечное, более агрессивное. Жень, но есть какой-то урок один полноценный на Ютьюбе у вас, да? Да, у меня есть отдельный раздел, который подпищён молодости лица, и там порядка четырёх уроков, которые затрагивают морщинки, линию подбородка, кожу вокруг глаза, это есть, да. Шикарно. Подписывайся. А как называется у вас Ютьюб-канал? Называется Метод Фильденкрайза. Так он называется. Надо написать. Евгений Кузнецовый. Понятно. Но надо будет написать тогда в комментариях под моим постом, чтобы все могли правильно задать поиск, да, и смогли спокойно найти. Потому что Татьяна Королёвых в Ютьюбе так много, что мне приходится каждый раз уточнять. Возможно, у вас нет такой проблемы, но тем не менее, чтобы упростить задачу, да, напишем тогда, хорошо? Конечно. Друзья, у кого какие вопросы? в настоящее время? Может быть, да, есть вопросы по гипертонусу у детей или по осанке, потому что я знаю, что этот метод выправляет даже осанку. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Плоскостопие, да, это тоже, скорее всего, работает. Правильно, Женя? Женя? Что насчет плоскостопия? Ну, и, конечно, с кожными болезнями тоже я прошу прощения, я не услышала. Да, я говорю, что кроме осанки еще, наверное, с плоскостопием хорошо работать, да, и все-таки по поводу кожных болезней, в какой этап к вам приходить, в начале, в середине, в конце, или это не имеет никакого значения, и проводится этот метод Фильденкрайза наряду с наружным лечением. То есть, совместимо или несовместимо с основным видом лечения этот метод? Значит, прецедента использования метода Фильденкрайза в совместном лечении кожных заболеваний, я не знаю, вероятно, такая комбинация есть, но вот, но несомненно, когда я оцениваю приходящих ко мне на занятия людей, я смотрю на все, и на кожу в том числе, бледные, значит, сосуды в спазме, если лица яркие, красные, это сосудистые, да, полнокровие, особенно сеточка появляется на лице, я автоматически думаю, ага, этот человек с низким давлением, это с высоким, это локов, да, которыми мы занимаемся, потому что, если сделать движение в быстром темпе, это повысит тонус нервной системы, медленнее, медленнее, снизит, и также, если это какое-то кожное высыпание, да, то можно сделать неврологическую проекцию на то, что ты видишь через тонус вегетативной нервной системы, поэтому это несомненно, и что же касается плоскостопия, то истинное плоскостопие, оно встречается очень редко, это генетическое заболевание, десятые доли процентов, то плоскостопие, которое является по-настоящему снижением свода стопы, является отражением осанки, если человек сутулый, его вес тела перенесен вперед, на передние отделы стоп, то это их занижает, свод стопы занижается, поэтому, как правило, стопы это отражение общего неравновесия со стороны осанки, они частые проблемы со стороны стопы, поэтому, несомненно, в общем, улучшая осанку, статику тела, улучшаются и стопы, но, несомненно, можно сделать отдельно прицельные уроки фельденкрайза на стопу, и таких много, потому что рефлексы стопы существуют, если раздразить кожу под большим пальцем, это увеличивает тонус икроножных мышц и делает походку более маршевой, если раздрождить кожу в области пятки, это усиливает тонус мышц бедра по задней поверхности и делает походку более динамичной, то есть в толчке переднем, поэтому через рецепцию кожи можно менять походку, можно менять геометрию свода стоп и в общему осанку, поэтому не даром я говорю, что неврологи это просто боги, потому что не дай бог где-то что-то не понаслышке знаю, что такое боли, да, и только невролог смог мне помочь, я, к сожалению, с вами лично не знакома, да, и вы для меня, от меня, к сожалению, не так близко находитесь, хоть и не так далеко, но я знаю, что такое неврология, не понаслышке, и как может невролог тебя поднять буквально там за какие-то считанные доли минут, когда ты мучился несколько часов, недель, месяцев, да, или лет, и буквально понимая, в чем, собственно, дело, поднять тебя на ноги, и качество жизни твоей, на которое мы сейчас все нацелены, да, на улучшение качества жизни наших пациентов, оно мгновенно, родительно меняется в самую лучшую сторону, когда ты попадаешь к специалисту, к человеку по нату своего дела, да, и когда вот я общаюсь с такими специалистами, как вы, Жень, радуется сердце, потому что я понимаю, что есть специалисты, к которым можно обращаться, бежать к нему, да, и нужно знать, где они находятся. Спасибо. Пожалуйста, скажите мне, сколько время, потому что часов у меня нет, как всегда, напишите, пожалуйста, сколько сейчас время, друзья, напишите точно время, чтобы я запомнила, да, чтобы я смогла запомнить эфир, есть ли какие-то вопросы, если есть, напишите, пожалуйста. Жень, еще раз, все-таки, где можно вас в Санкт-Петербурге найти, как можно к вам записаться. Женя. Пока у нас связь налаживается, скажу, что Евгения принимает в центре метода Фильденкрайза, и к ней можно записаться через ее страничку в Инстаграме, заходите, пожалуйста, евгения.кузнецова. Жень, ну вот сейчас вы уже с нами, скажите еще раз, пожалуйста, где вас можно найти в Санкт-Петербурге? У вас ежедневные приемы или по каким-то дням, часам, то есть как воспользоваться? Уроки по методу Фильденкрайза я возобновлю вести по средам со следующего года после новогодних каникул, и это будет происходить в центре движения на улице Краснопутиловской, 11 помещений отмечения. Хорошо. Сколько времени? Скажите кто-нибудь, пожалуйста. Что новости не ждут. Сейчас я могу спросить свои передачи. мы с вами все рассказали или есть что-то еще, что вы хотели нам еще поведать? Есть что-то? К вашей последней реплике, да, о возможностях восстановления организма главная с ним разговаривать на его языке. И вот метод Фильденкрайза, почему он так эффективен? Потому что это разговор на языке тела, когда ты сам слушаешь себя, да, свои движения, и от этого улучшается и кожная чувствительность, и ее вид. и я думаю, что вы получите удовольствие и положительные результаты. Жень, а в Москве есть такие специалисты, которые...